Первый междугородний перелёт на автомобиле. Летательный аппарат без крыльев и с внешним видом напоминающим НЛО. И машина стоимостью миллион долларов, которая не может летать из-за законов. Всё это вы узнаете в нашем ролике о летающих машинах будущего, которые существуют уже сегодня. Мы расскажем о технологиях, которые применяются для полёта, а также о законах, регулирующих такие аппараты. Приятного просмотра! Какие бывают технологии? Технологии создания летающих автомобилей слабо отличаются от современной авиации. Самой главной проблемой, как и всегда, становится вес самой техники. Создание летательного аппарата – это всегда гонка за уменьшением веса, ведь чем ниже вес, тем проще взлететь. Поэтому корпус подобных авто похож на авиационный и создаётся из прочного и лёгкого материала. Двигаются летающие авто в основном за счёт двигателей внутреннего сгорания и лопастей пропеллера. Почему именно ДВС? Всё дело в размерах подобных авто. Если устанавливать реактивный двигатель в обычную машину, возникнут проблемы с его размещением. Да и реактивные двигатели имеют низкий КПД, то есть коэффициент полезного действия. Так что слабо подходит концепции маленьких экономичных летающих автомобилей. По способу взлёта машины можно распределить на вертолётный тип и самолётный. Некоторые тачки могут взмывать в небо прямо с места, а некоторым потребуется площадка для разгона. Ну а что мы всё о технологии? Дальше ты узнаешь о вариантах, которые можно приобрести уже сейчас. Аэромобил Словацкая компания Аэромобил трудилась с 1990 года над созданием летающего автомобиля. Был создан не один прототип. Проведена масса тестов. Испытания автомобиля успешно прошли в 2016 году. Аэромобил работает на бензине и прекрасно себя чувствует на обычных автомагистралях. Для взлёта потребуется всего лишь ровная площадка в 200 метров, а для посадки достаточно 50 метров. Автомобиль может совершать посадку не только на идеально ровный асфальт, но и на грунт. Скорость полёта составляет 200 км в час. А по магистралям авто сможет ездить со скоростью 180 км в час. Конечно, стоимость авто очень высокая. Всё дело в том, что Аэромобил не выпускается в серийном производстве. Каждая модель делается на заказ. Из-за этого для покупки потребуется выложить около 300 тысяч евро. Конечно, на такие деньги можно купить вертолёт или самолёт. Но на них вряд ли получится поездить по автомагистралям. Следующий вариант куда более футуристичный и крутой по своим параметрам. Террафьюджа Трансишн. Террафьюджа Трансишн – реальный автомобиль, который умеет летать. Его особенностью стала складная конструкция, благодаря чему его можно легко хранить в гараже, а также наличие автопилота. Чтобы пользоваться подобным авто, даже не нужен пилот. Разработчик оснастил его двумя электромоторами и таким же количеством крыльев, которые могут принимать два положения – горизонтальное при подготовке к взлёту и вертикальное при движении по земле. А ещё у него есть 300-сильный двигатель ДВС. Благодаря добавочным пропеллерам и тоннельному вентилятору в хвосте, летающему автомобилю всё равно, где приземляться и откуда взлетать. Ему совсем не обязательно иметь взлётно-посадочную полосу. Максимальная скорость также поражает – 320 км в час, что сравнится с современными спорткарами и малой авиацией. Расстояние, которое может преодолеть автомобиль – целых 800 км. Ездить на летающей машине и летать может каждый, имеющий водительские права и прошедший обучающий курс пилота. Цена у этого варианта большая, но уже ниже, чем у Аэромобил. В 2025 году, когда планируется серийное производство, стоимость достигнет 279 тысяч евро, но в дальнейшем она может снижаться. Моллер Скайкар М400 Ещё один интересный вариант – Моллер Скайкар М400. К слову, купить этот летательный аппарат вы можете прямо сейчас. Правда, цена будет заоблачной. Автовыставили на eBay по цене в 1 миллион долларов. Цена заоблачная, но вполне оправдана. Дело в том, что автомобиль может вертикально взлетать и приземляться, а максимальная скорость просто поражает. И составляет целых 610 километров в час. Дальность полёта, как у современных самолётов, и составляет 1450 километров. Да и расход достаточно экономичный. Всего 8,5 литров бензина на 100 километров. Прямо как у современных машин. Автомобиль вмещает до 4 человек. А с учётом скорости полёта, из Лондона до Мадрида, можно долететь всего за пару часов. В проект уже сейчас инвестировали 80 миллионов долларов. Многие крупные компании интересуются этим проектом и хотят наладить серийное производство под собственным брендом. Поэтому в скором времени мы можем увидеть множество летающих машин над головой. Конечно, подобные проекты будут очень полезны для общества. Но в современном мире бюрократии встаёт вопрос регуляции подобного транспорта. Кто будет виноват, если произойдёт авария в воздухе? И по каким законам будет отвечать владелец такого авто? Законы и регуляция. Все вопросы, связанные с законами в данный момент, серьёзно ограничивают использование подобных авто. Ведь в воздухе летательный аппарат двигается законами для самолётов и вертолётов, а на автотрассе уже по законам машин. И, как вы уже поняли, возникает уйма вопросов о том, кто прав, а кто виноват. Подобные проекты уже сейчас блокируются. Так, мойлер Skycar M400, который, напомним, стоит миллион долларов, попросту не может летать из-за законов. Вы можете потратить уйму денег для крутого футуристичного летающего авто, но взмыть в небо вы так и не сможете, потому что бюрократы из Федерального управления гражданской авиации Америки просто не могут понять, что это за аппарат, самолёт или автомобиль. И все эти вопросы в данный момент очень сильно ограничивают использование летающих авто в нашей реальности. Но все эти сложности можно пройти, хоть и займёт это немало времени. В 2021 году летающий автомобиль Terrafugia получил одобрение от FAA, став на шаг ближе к желаемому статусу первого подобного транспортного средства, допущенного к использованию в реальных условиях. Пилоту при этом понадобится как лицензия на полёты, так и водительские права. Как обстоят дела в других странах – большой вопрос. В Европе и в Америке малая авиация серьёзно развита, в то время как в России с этим большие вопросы. Чтобы просто полететь в другой город в самой большой стране мира, потребуется сдать план полёта с точностью до минуты, всё время держать связь с диспетчерами и строго следовать маршруту. Любое отклонение должно быть согласовано, в то время как в Европе вы можете летать между городами и странами без всяких планов, а также встаёт вопрос техосмотра, который в авиации крайне строгий, в то время как на автомобилях всё легко и просто. Все эти вопросы ещё ждут своего решения. А дальше ты услышишь о самых интересных концептах летающих авто, внешний вид которых поражает воображение. Aircar. Aircar – спорткар, который первый в мире совершил междугородний полёт. За рулём и в то же время за штурвалом самолёта-трансформера в этот момент находился его создатель Стефан Кляйн. Он доехал на аэрокаре до взлётной полосы международного аэропорта в Нитре. Там машина взлетела и через 35 минут успешно приземлилась в аэропорту Братиславы, откуда Стефан успешно поехал в центр города. Стоит отметить и внешний вид автомобиля. Он выглядит как крутой спорткар. В сложенном состоянии и не скажешь, что этот аппарат летает в небе, а не по дорогам общего пользования. На разработку летающего автомобиля Кляйн потратил более 20 лет. Модель совершила более 140 тестовых вылетов. Крылья и хвост двухмоторного автомобиля разворачиваются либо складываются с помощью специальной кнопки. Предел крейсерской скорости новинки – порядка 190 км в час. Высота полёта – около 2500 метров. В качестве силовой установки используются два двигателя BMW. Ожидается, что следующая версия Aircar будет иметь максимальную крейсерскую скорость – 300 км в час. Из плюсов модели можно отметить возможность не только летать, но и быть полноценным автомобилем на улицах города. Из минусов – Aircar не может вертикально взлететь и приземлиться. Использует бензиновые, а не электрические двигатели. Кроме того, водителям новинки понадобится как лицензия пилота, так и водительское удостоверение. Правда, этот минус относится скорее ко всем летающим автомобилям. PAL-V Liberty PAL-V Liberty – летающий трицикл для двоих. Разработкой этой модели с начала 2000-х годов занимается нидерландская компания PAL-V. Уже в 2009 году был испытан пробный вариант под условным названием X1. А не так давно, осенью 2020 года, новый PAL-V Liberty успешно прошел испытание на соответствие техническим и экологическим требованиям и получил официальное разрешение на движение по дорогам общего назначения. Последним шагом к массовому производству и выходу на рынок будет его плановая сертификация в 2022 году в Европейском агентстве авиационной безопасности. PAL-V Liberty – это двухместный гироплан, аппарат с одним толкающим и одним несущим винтом, работающим в режиме авторотации. Он может взлетать и садиться на скорости около 50 км в час. Это позволит использовать дороги и площадки, а не специально подготовленные аэродромы. В движении летающая авто приводится стасильным авиационным мотором, крутящий момент которого передается на задние колеса. Максимальная скорость на трассе составляет 160 км в час. Разгон до 100 км в час занимает 9 секунд. Устойчивость трицикла обеспечивается с помощью электроники, которая наклоняет его в поворотах. Для полета на PAL-V Liberty добавляется еще один 100-сильный мотор, который на дороге запущен, чтобы не увеличить и без того большой выброс СО2. Запас лета – 400-500 км. По трассе можно проехать намного больше – 1315 км. Ориентировочная стоимость летающего автомобиля – 299 тысяч евро. Xpeng HT Aero Китайский аэрокар Xpeng HT Aero может поступить в серию уже в 2024 году. Автомобиль будет электрическим и сможет ездить как по дорогам, так и летать. У аэрокара легкая конструкция кузова с аэродинамическими формами. В режиме полета по бокам выдвигаются специальные раздвижные элементы с роторами на конца. Благодаря ним машина может взлетать и садиться вертикально. Правда, в серийное производство в 2024 году верится с трудом, ведь никаких тестов и рабочих образцов мы так и не увидели. Циклокар Циклокар – аэромобиль для шестерых, работы по созданию которого проходят уже достаточно давно. Как уже было отмечено, авто будет вмещать до шести человек. Посадка в салон будет осуществляться как с бортов, так и с кормовой части. Габариты у циклокара небольшие – 6,2 на 6 метров. Максимальная скорость достигает 250 км в час. Дальность полета – до 500 км в час. Помимо компактных по сравнению с вертолетной техникой габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность. Производители отмечают, что важной особенностью новинки станет периферийная защита. Она не позволит человеку дотронуться до вращающихся лопастей и при этом сможет защитить лопасти от попадания в них посторонних предметов. Также в компании заверили, что управлять циклокаром будет не сложнее, чем автомобилем. Пилотирование может осуществляться оператором на борту, либо с гаджета в зоне работы бортовой системы связи модели, или с наземного пункта управления, как полноценным беспилотником. Пилот-оператор фактически будет выполнять директорное управление, передавая системе автоматического управления, команды в части направления и скорости полета, и осуществлять необходимый контроль. Флайтер. Но самый интересный вариант мы решили оставить напоследок. Флайтер – бесколесный и бескрылый аэрокар. Его внешний вид поражает воображение, ведь непонятно, как вообще эта капсула будет летать. Летом 2021 года начались летные испытания первого прототипа. На сегодняшний день аппарат может летать 20 минут. По замыслу разработчиков, новинка в будущем сможет парить минимум час. Компания получила патенты на промышленный образец, товарный знак «Флайтер», а сейчас подает на регистрацию патент инновационного электромотора для летательного аппарата. У «Флайтер» каплевидная форма. Крыльев у него нет, а в воздух машину поднимают 16 винтов, которые прячутся в сквозных колодцах корпуса. Точность маневрирования при взлете и посадке у аэромобиля – 0,2 метра. Эксплуатационный диапазон температур – от минус 20 до плюс 40 градусов по Цельсию. Максимальная дальность полета – 150 километров. Скорость – до 120 километров в час. В аэромобиле могут комфортно разместиться два человека с багажом. Аэромобиль работает на электричестве, так что никаких выбросов углекислого газа не будет. А кроме этого, у новинки предусмотрена операционная система, включающая в себя систему автопилота, систему взаимодействия с пассажиром, в том числе голосовой помощник, и системы взаимодействия со сторонними сервисами. Перспективы. Перспективы у летающих автомобилей огромные. Прямо сейчас во многих странах пользуется огромной популярностью малая авиация, с помощью которой можно легко и быстро преодолеть большое расстояние между городами. Но в случае самолетов и вертолетов есть большие минусы. Вы не сможете с легкостью добраться до центра города от вашего аэродрома. Эту проблему и решают летающие автомобили. Ведь вы сможете приземлиться либо на полосу аэродрома, и потом доехать до центра города, либо прямо в городе. Сочетание машины и самолета очень функциональное и также полезное. Поэтому многие инвесторы видят в этом будущее и вкладывают огромные деньги в разработки. Так что осталось только дождаться массового и интересного аппарата. На этом у нас всё. Всем спасибо за просмотр и пока.